Здравствуйте! После отпуска снова выходим на дистанцию. Несмотря на лето, в городе и области в последнее время происходит достаточно много интересных и необычных событий. О самых значимых сегодня в программе. День молодежи по-спортивному. Показываем горожанам те виды, которые были забыты. Олимпийские чемпионы на Вологодчине. Мы каждый год выезжаем в несколько регионов страны. Череповчане прикоснулись кубку чемпионов мира. Первый раз в жизни своими глазами можем посмотреть кубок мира. День молодежи в Череповце снова прошел под знаком спорта. Главным образом экстремального. Основные события разворачивались на площади возле Ледового дворца. Стойки на руках, прыжки с высоты и сальто. Это Акрострит. Этим молодым видом спорта Николай занимается чуть больше года. Ежедневные тренировки и стремление к новым высотам – залог успеха. Но, как в любом виде спорта, без травм не обходится. Он опасный. И очень опасный. Вы можете там на бушку упасть или на что-нибудь сломать. Или растяжение заработать. Или, как раз, на стоп вывести. Ну, все в таком духе. Продемонстрировать свои способности молодые спортсмены собрались в эти выходные у Ледового дворца. Уже второй год подряд в День молодежи проходит спортфест. В интерактивном режиме череповчане пробовали повторить элементы экстремальных видов спорта. Трейсеры показывают свое мастерство в паркуре. Площадка, где проходят соревнования по кроссфиту, вордкаут, акробатика на пилонах. И появилось несколько площадок, где мы показываем горожанам те виды, которые были забыты. Но сейчас у них появляется второе дыхание. Фризби, прыжки через веревочку, классики и вышибалы. На каждой площадке были профессионалы и любители. Горожане отмечают, что такой нестандартный подход к проведению Дня молодежи интереснее, чем боевое празднование. Раньше я помню, это просто была гулянка у ДКМ. А сейчас День молодежи, это приведет молодых людей к спорту. Это круто. Мы сами, семья спортсменов, не таких уж заядлых, но так иногда занимаемся. Молодежь проявляет себя, причем занимается на очень высоком профессиональном уровне. Вот попробуйте, повторите, какой-нибудь из этих трюков требуется не просто физическая подготовка, а очень высокого уровня физическая подготовка. Об этом я могу сказать абсолютно профессионально, как спортсмен, как мастер спорта. По статистике в Череповце каждый пятый сегодня занимается спортом. И не важно каким. Главное, чтобы это было неотъемлемой частью жизни людей. Именно к этому призывают городские власти. Целый десант прославленных спортсменов, олимпийских чемпионов высадился сначала в Череповце, а затем и в других районах области. Многие в Алакжане впервые в жизни смогли вот так близко пообщаться с легендами спорта. Столько звездных спортсменов в одном месте и разом Череповец не видел. 15 олимпийцев разных лет. За каждой историей победы легенда, эмоции, которые с годами не блекнут. Я выиграл первый этап, около минуты запас сделал. И вот на втором этапе у нас Иван Бяков шел второй этап. Он ломает ботинок. А если бы он ломал лыжу вторую, у нас ботинки тогда появились только пластиковые подошвы. То тогда бы нас снимали. Мы, конечно, переживали. Сегодня Александра во главе команды воспитанников детского дома. Ребята принимают участие в веселых стартах. Хорошо, супер! А мне там все понравилось, все запомнилось. Яркие эмоции от общения получили не только дети, но и спортсмены. Вот у меня мальчик был, Кирилл. Он сначала хотел всех в асфальт закатать, а потом уже начал думать, что такое спорт, это интересно. Такая встреча стала возможной благодаря автопробегу «Спортивные звезды России». Инициаторами поездки в Череповец стали сами олимпийцы. Мы пытаемся взять детей, провести эстафеты, наградить их. То есть привести вкус к регулярным занятиям физической культуры, а также рассказать о прошлом, о достижениях. И гордиться теми достижениями, которые мы достигли. Александр Пашков в 1972-м в составе сборной СССР по хоккею стал олимпийским чемпионом. Это было на зимней Олимпиаде в Саппоро. Пашков всегда с удовольствием вспоминает свою молодость, команду, но больше дедушку и бабушку, которые купили первые коньки и клюшку. И, конечно, незабываемые эмоции от победы, главное в жизни спортсмена. Разное может быть восприятие этого успеха. От полного восторга до такого шока, что человек, который долго-долго шел к победе, к олимпийской медали, он вдруг добился этого, этой вершины, добрался до этой вершины, и вроде бы дальше подниматься некуда. Как стать олимпийским чемпионом? Этот вопрос сегодня звучал чаще других. Ответ простой. Много работать. Мы ехали на троллейбусе, я выбегала за одну остановку до катка, и мне мама, и бежала, мне мама говорит, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, мама, я говорю, а если троллейбус опоздает, я опоздаю на троллейбусе, то есть все видели, что это очень нравилось. Когда к нам приезжают в таком составе олимпийские чемпионы, призеры олимпийских игр, общаются с детьми, с подростками, с их бабушками и дедушками, и зажигают их, настраивая на новые победы, на самом деле это очень важно, потому что пробудить в человеке внутренние ресурсы, задать цели, очень важно. Ребята набегались, напрыгались, получили фото и автографы легенд советского и российского спорта. И усвоили главное правило олимпийцев – верить в себя и свою мечту. На этой зарядке каждый в точности пытается повторить действия наставника. Еще бы, ведь тренировка проходит под руководством настоящих олимпийских чемпионов. В минувшие выходные в спортивный лагерь «Изумруд» приехала целая делегация спортсменов, которым покорился пьедестал самых известных соревнований прошлых лет. Постоянно стараемся выезжать туда, где есть заинтересованные люди в развитии спорта, тем более в юношеского спорта, откуда жизнется вот этот весь спорт. Союз спортсменов России уже существует больше 20 лет, и мы каждый год выезжаем в несколько регионов страны, а в Волгограде мы как раз первый раз в Вологде. Футбол, легкоатлетическая эстафета и даже биатлон. Под руководством чемпионов прошла своя олимпиада. По словам школьников, проигравших здесь не было. Звезды мирового спорта наградили всех лично. За участие, за борьбу, за боевой дух команды все старались. То есть здесь была главная не победа. Мы все в первый раз участвовали в данном мероприятии. Очень было интересно попробовать свои силы именно в биатлоне. Бег, стрельба – это очень интересно и увлекательно. Во время биатлона я понял, что нужно заниматься именно развитием выносливости, потому что выносливости у меня не очень. Даже олимпийский чемпион мне посоветовал почитать труды по Стрельцовой и как правильно дышать. То есть я думаю, воспользуюсь этим советом и обязательно прочитаю. Почти всем победителям соревнований подарили вот такие плакаты. На них изображены не только сами участники олимпийского пробега, но и те самые соревнования, где они победили. После встречи со школьниками звезды мирового спорта отправились в Центр активного отдыха и туризма. Чемпионы буквально приложили руку к созданию нового памятника – Аллеи Олимпийцев. Если раньше мне приходилось участвовать в закладке РУЧ, Олимпийских чемпионов, Аллеи Олимпийских чемпионов, то сегодня это совершенно новое такое мероприятие, когда мы оставляем вслед своими ладошками. Конечно, это волнительно, с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы, чтобы это все очень хорошо сохранилось. И я думаю, что это останется на памяти. Может быть, в какой-то мере люди, когда будут приезжать сюда читать, у них появится какое-то желание заниматься спортом. Своим примером просто сами олимпийцы показывают, что спорт – это одна из важных составляющих нашей жизни. Это престиж страны, это просто здоровье, это успех, в конце концов, каждого из людей. До полного завершения монумента не хватает еще несколько отпечатков. По словам организаторов, в ближайшее время здесь появятся следы ладоней двух чемпионов – Анатолия Алябьева, биатлониста из Верховажья, а также Волокжайна Николая Гуляева, олимпийского конькобежца. Еще одно неординарное событие. Приезд Череповец – Кубка победителей чемпионата мира по хоккею. Знаменательный и долгожданный успех воспитанников Череповецкой школы хоккея на мировом уровне дал возможность и горожанам прикоснуться к престижному трофею. Вначале напомним о тех эмоциях, которые пережили на турнире в Белоруссии Вадим Шипачев и Максим Чудинов. А затем, собственно, о визите Кубка Череповец. Путь в родной Череповец после триумфа в Минске для Максима Чудинова и Вадима Шипачева получился длинным. Торжества начались сразу после финальной сирены. А далее – встреча в Кремле с президентом России и парад с Кубком чемпионов по улицам Москвы. Все понравилось, очень красиво. Болельщиков никогда такого не видел. Много болельщиков все поддерживали, кричали. Вышли на улицу в понедельник, во вторник, это был рабочий день. Очень много. Весь центр, не знаю, люди на машинах останавливались, выходили, хлопали, фотографировали. Победа на чемпионате мира действительно очень значимая. И далась она ценой огромных усилий. Перед чемпионатом месяц изнурительных тренировок, когда буквально ввалились с ног от усталости. Команда физически была подготовлена хорошо, потому что тренировались там месяц до сборов. С кровати не могли встать даже, в туалет с хранения. Все болело, как предсезонка новая была. Самым проникновенным моментом стал эпизод перед финальным матчем с финами. Тренер сборной России Олег Знарок был дисквалифицирован, что стало дополнительным стимулом для россиян. На раскатке я сел на колено, собрал все руки и сказал, типа, ребятки, давайте, пожалуйста, на выиграть сегодня. А то, типа, мне будет неприятно. Мы все поняли, что нельзя подставлять его. И когда мы уезжали, он зашел в раздевалку, всем, он благодарил, давайте там ребятки, перекрестил, здесь стоял, тетя не плакала, мы все смотрели, не могли проиграть. К центральному входу главной ледовой арены города люди стали приходить задолго до назначенного события. Событие, которого наш город ждал очень долго. Ведь впервые в истории Кубок мира по хоккею приезжает в Череповец. Везут его воспитанники нашего хоккея Вадим Шипачев и Максим Чудинов. Ждем с нетерпением. Первый раз в жизни своими глазами можем посмотреть Кубок мира. Так что очень ждем, и все болельщики очень рады этому. Горжусь обоим нашим воспитанниками города Череповца. И от всех болельщиков, думаю, мне не выскажут, что гордость – это гордость Череповца. Наш тренер тренировал и Вадима Шипачева, и Максима Чудинова. И вот захотелось посмотреть на Кубок и пофотографироваться. Я очень рад, потому что они стали чемпионом мира. И действительно нашим пацанам, те, кто ходит в хоккейную школу, есть на кого равняться. И реально понимают, что не боги горшки обжигают, и они тоже могут стать звездами. Хоккеисты провезли Кубок по улицам города. Стартовали от СКЗ «Алмаз», где, собственно, спортсмены делали первые профессиональные шаги. Конечная точка маршрута – площадь у ледового дворца. Здесь чемпиона встречали сотни горожан. В едином порыве люди скандировали «Россия – чемпионы, молодцы!». Количество децибел зашкалило, когда хоккеисты с заветным трофеем оказались внутри арены. И от меня, от Максима, большое спасибо, кто был в Минске и борел по телевизорам. Очень было приятно видеть флаги Череповца. По чемпионской традиции Кубок наполнили шампанским. Почетные гости, тренеры и сами игроки отведали напиток чемпионов из трофея. Мы победили на чемпионате мира по хоккею. И впервые два наших воспитанника, воспитанники череповецкого хоккея, стали чемпионами мира и заслуженными мастерами спорта. Ура! Мы доказали всему миру, что Россия – великая спортивная страна, а Череповецкая хоккейная школа – это школа Олимпийского резерва. Вперед к новым Олимпийским вершинам! Хотелось бы сказать, что, наверное, с таких побед и зарождается Череповецкая школа. Но стоит сказать, что восемь воспитанников череповца в этом году будут играть в нашей основной команде. Жду вас на хоккее! С праздником, Череповец! С праздником, Россия! Для хоккеистов это самая высокая награда в карьере. Как признаются сами чемпионы, быть в составе такой сплоченной и дружной команды – одно удовольствие. Неописуемые эмоции, в принципе, восторг такой был. Мы еще не понимали даже, что и произошло, что выиграли. Только сейчас поняли, наверное, сколько месяц прошел, что чемпионом мира не станет. Кубок установили в фойе Ледового дворца на специальном постаменте. Все желающие в этот вечер могли не только взять автограф у своих кумиров Вадима Шипачева и Максима Чудинова, сфотографироваться и увидеть Кубок мира по хоккею, но и прикоснуться к заветному трофею. Почувствовать энергетику, ведь его держат в руках и поднимают над головой только самые лучшие хоккеисты планеты. Ровно в 10 часов вечера Кубок уложили в специальный саквояж, и он отправился в путешествие по другим городам нашей страны. Хочется, чтобы он чаще был. В тот раз не удалось попасть в этот. Прорвемся. Открыть о своих эмоциях и переживании сейчас? Да невероятно. Несколько лет ждал, когда наконец-то Кубок появится у нас, чтобы посмотреть лично. Даешь Кубок каждый год? Спасибо ребятам, что они тоже приехали и молодым, чтобы они взяли автограф и сфотографировались с звездами-кумирами и стремились тоже завоевывать медали Чемпионатов мира, Олимпиады. Хоккеисты пообещали сделать все возможное, чтобы вновь привезти Кубок в наш город. В ближайшие дни хоккеисты Северсали выходят из отпуска, а значит будет повод познакомиться с новобранцами команды. Об этом в нашей программе уже в следующую пятницу. А сегодня настигли финиша. До встречи через неделю и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова